Тройной дрифт, змейка, управляемые заносы, виражи с высоты трибун. Кажется, что это не полутонные автомобили, а скорее игрушечные машинки. С легкостью опытные водители ставили их на два крыса. Украшением дня стало шоу каскадеров. Они выступают на автомобилях с армированным кузовом. Он укреплен металлическими пластинками и вставками. Это нужно для того, чтобы сохранить здоровье и спасти жизнь. Один из самых зрелищных номеров фестиваля – прыжок через 6-метровый горящий тоннель. Человек в этот момент находится на крыше машины. Еще один командный трюк – сальто через автомобиль, который мчится со скоростью около 100 км в час. Программу трюков отрабатывали несколько недель. Очередное выступление, подобное созданное праздник для автомобилистов, это доказывает, что нечего гонщикам делать на дорогах. Гоняйте на специально выделенных трассах. Гоняйте под руководством тренера. В зажигание организовали администрации курорта и Российская автомобильная федерация совместно с лучшими гоночными командами страны. Для пилота «Формулы-3» Сергея Трофимова фестиваль стал подготовительным этапом к международному чемпионату по кольцевым гонкам на классических автомобилях. Сочинскую трассу спортсмен считает сложной, ошибок на поворотах она не прощает. Очень хорошо сделано, действительно другой уровень. В России, разве что Москва-Российская, может как-то еще поконкурировать. Совершенно мировой уровень, много где был, много где ездил. Трасса интересная, отчасти городская, это добавляет своего шарма. На автомобильном фестивале были и главные гоночные дисциплины заезда пилотов российской серии кольцевых гонок и гонщиков первенства «Миджет». Выступила и знаменитая команда «КамАЗ-Мастер». Победители ралли «Париж-Дакар» Эдуард Николаев и Айрат Мардеев промчались на 10-тонных грузовиках и приняли участие в состязании на скорость с автомобилями категории GT. Шоу собрало на трибунах по самым скромным оценкам около 6 тысяч зрителей. Организаторы считают, что такой фестиваль может стать ежегодным. Елена Всецкая, телекомпания «ФКТ».